Магнитогорский металлургический комбинат Животрепещущая для всех И для водителей, и для пешеходов Сколько нужно кирпичей, чтобы полностью заменить асфальт в интернете? Пользователи соцсетей жаром обсуждают фотографию необычного ремонта дороги Огромную яму на шоссе рабочие заложили вместо асфальта кирпичами Снимок, судя по всему, сделан в окрестностях Екатеринбурга Фотография вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей Как только не комментируют снимок в интернете А что? Это новый и дешевый ремонт, инновации и прогресс в дорожной сфере Зачем кирпичами-то? Нужно древесиной? Интересно, а сколько нужно кирпичей, чтобы заменить вообще весь асфальт? Это лишь некоторые комментарии Тема ремонта дорог действительно сейчас актуальна как никогда Пока у кого-то сезон отпусков У магнитогорских дорожников самая горячая пора О том, где сегодня ведутся работы И какие планы у дорожников на следующую неделю Обязательно сегодня расскажем А прямо сейчас уже можно набирать телефон прямого эфира 24 55 11 И отвечать на вопрос ремонта какой дороги ждете вы? Куда городским дорожникам необходимо обязательно заглянуть? Какой участок дороги, по вашему мнению, требует ремонта? А быть может вы уже дождались ремонта? Рассказывайте и об этом А пока давайте посмотрим, где мечтают увидеть дорожную технику магнитогорцы Этот участок улицы Жукова автолюбители и рады бы объезжать Но особых обходных путей нет Сколько времени назад здесь проводился ремонт внутренних сетей Никто уже не припомнит Но асфальта после него нет до сих пор Ужасно просто ездим и приходится объезжать чуть ли не по встречной полосе Потому что проваливаемся на середину колеса Общая протяженность этой ямы около 100 метров Больше всех страдают автолюбители, едущие по улице Жукова в сторону зеленого лога Неповрежденная полоса асфальта намного уже ширины стандартной машины Вариантов у автомобилистов два Либо прыгать по кочкам, либо выезжать на встречку Проезд маленький для встречного движения Поэтому довольно-таки неудобно разъезжаться И при низкой посадке, получается, страдает автомобиль В квартале пятого дома по улице Труда тоже не все гладко Эта яма, по словам местных жильцов, образовалась не после ремонта сетей А в результате интенсивного использования дороги На самом деле очень отвратительные межквартальные проезды в городе И проезжать тяжко В кварталах машины стоят, плюс ямы Ну, приходится скакать по этим ямам Лилия Геннадьевна рада приезду телевидения Ей есть что рассказать про дорогу в родном квартале Муж Лилии Геннадьевны, изрядно намучившись с этим проездом В прошлом году начал сам заделывать здесь ямы Тут была небольшая, но очень глубокая яма И он прям сюда напросал раствора сам Еще будете брать раствор заделывать? Ну, конечно, у машины-то вон стоит, жалко же машины Надежды на помощь дорожных служб у жильцов улицы Труда уже нет Как и у тех, кто пользуется этой дорогой вдоль улицы Завинягина Выбоины здесь сбивают спесь даже с владельцев внедорожников Ну, а кто их будет заделывать? У нас же, в принципе, это и есть, у нас как бы хозяйство-то наше Они должны смотреть за дорогой Впрочем, не только автолюбители страдают от большого количества ям на дорогах Пешеходный переход на трамвайной остановке улицы Завинягина На это место он перенесен немногим более полугода назад Но ни автовладельцы, ни пешеходы больших удобств от этого не испытывают А вот подходы к остановке вообще не заасфальтированы И вот в непогоду, слякать, я сама бегу порою И обувь можно тут портить и упасть Дорожка между рельсами выложена тротуарной плиткой Но качественно выполненной эту работу не назовешь В таком большом сплетении рельсов и щелях каменной плитки Постоянно застревают тележки пенсионеров и детские коляски Очень неудобно, очень трудно и тяжело Ребенок спит, его постоянно приходится трясти, поэтому очень сложно Вопросом, в чем смысл переноса перехода, задаются все участники дорожного движения Пропускная способность перекрестка от этого лучше явно не стала И автолюбители, стоя в пробке перед этим пешеходным переходом Получают лишний повод ругать магнитогорское дорожное движение Адреса озвучены, друзья, не исключено, что в ближайшее время техника там появится Надежду такую мы питаем По крайней мере, планов у дорожников много Об этом чуть позже, пока начнем общение с телезрителями И Надежда у нас ведь, да? Надежда Николаевна, добрый вечер Надежда Николаевна, здравствуйте Здравствуйте Надежда Николаевна, рассказывайте, ремонт о какой дороге вы же диете? Куда вы хотите, чтобы дорожники заглянули? Поселок Димитрово, улица Серифимович, в сторону почты Невозможно проехать уже несколько лет, нет ремонта И не то, что в весной или в непогоду, даже в простую погоду пройти даже невозможно Яма на яме Улица Серифимович, то есть ямочный ремонт требуется там? Требуется Дорога такая, проездная, часто машины там курсируют? Постоянно Надежда Николаевна, скажите, пожалуйста, а вообще-то там дорожники заглядывают к вам в поселок? Надежда Николаевна В поселок Димитрово дорожники вообще заглядывают? Слышно там шум работающей техники? Ну вот они на днях сделали разметку у нас И там вообще туда даже не поворачивали Ну разметку сделали, но надо сначала сделать ямы хоть закрыть Вот выезжая с Димитрово на березке, там тоже яма на яме Надежда Николаевна, спасибо, что озвучили адрес Вот про разметку мы сегодня еще расскажем Ну поселки действительно, Андрей, до них тоже дойдет очередь, я думаю, просто, наверное, чуть позже Ну наверняка Пока ведутся работы активно в городе, ну будем надеяться В начале программы мы рассказали о том, что в окрестностях Екатеринбурга яму на дороге заложили кирпичами А вот жители Алтайского края пошли еще дальше и залатали ямы на дорогах травой и навозом В городе Рубцовске после тщетных попыток привлечь внимание местных властей к проблеме ям на дорогах Жители решили сами залатать проезжую часть, используя имеющиеся подручные средства Песок, траву и навоз На улице Громова выбоины заложили травой, около остановки шлакоблочной засыпали песком А на заводской в ход пошли коровьи лепешки в перемешку со щебнем Пишут в соцсетях жители города Да, кстати, рыбцовчане еще весной пытались весьма креативными акциями привлечь внимание властей к плохим дорогам В третьем по величине городе Алтайского края В начале марта они выставили в интернет ролик о рыбалке в дорожной яме А к середине марта и вовсе пересели на лодке, чтобы проехать по размытой талой водой дороге реке Что ты скажешь, дороги действительно серьезная проблема во всех городах Но сказать, что дорожники бездействуют, конечно, нельзя Очень много работ сейчас ведется в городе Металлуре в разных совершенно уголках Охватить все, понятно, нереально, но задача такая поставлена О том, что уже сделано за прошедшую неделю и о планах на будущее Сейчас нам расскажет главный инженер дорожно-строительного учреждения Юрий Ревин Смотрим На прошлой неделе мы по районам уложили асфальту по межкварталке Уложили 652 метра, это по продвижному району 1072 метра уложили мы по Ленинскому району И 1300 квадратных метров мы уложили по Орженикинскому району Планируем на следующей неделе у нас 702 метра будет по рубежному району укладка По Ленинскому району 754 метра уложим И по Орженикинскому 693 метра квадратных мы на следующей неделе должны уложить по межкварталке, по тротуарам, по пешеходникам Это улица Ангарская, улица Индустриальная, Суворова, Помиловского, Металлургов, Набережная, Орженикинский район Дом Мещиков 20, Карла Маркса, Ленина, Галиулина, Коспроезды, Советская 205 На прошлой неделе Максим Олегович говорил, что некоторое отставание от графика есть Мы уже выровнялись по укладке асфальта, выровнялись У нас работает 6 бригад, 3 бригады на укладке и 3 бригады на круглосуточной подготовке работают Поэтому уже практически мы в графике Ведутся работы, это действительно трудно не заметить Если вы уже дождались долгожданного ремонта, обязательно расскажите нам 24 55 11, это телефон прямого эфира А у нас на связи Людмила Александровна Людмила Александровна Добрый вечер Вот теперь мы с вами в прямом эфире Расскажите, что вас беспокоит, какая у вас просьба есть У меня немножечко другая просьба Но тоже на дороге Карла Маркса, 178 Напротив магазина Магнит Здесь весной Ремонтировали ливневку Ее подняли, но закрыть как следует не закрыли Там рабочие так матерились, так матерились, что они ничего не могут с ней сделать Ну и так бросили ее Людмила Александровна, ага Гремит вам, да, шумит? Гремит, я обращалась в ДРЭП Диспетчерам Они сказали, да, да, мы наладим И вот уже такой второй месяц Фига никакого нет Спасибо, Людмила Александровна, спасибо вам за звонок Карла Маркса, 178 Пожалуйста, обратите внимание, людям не дает покоя ливневка Да, и сейчас вы в эфире Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Александр меня зовут Александр, говорите, где недоделки есть на дорогах? Ну что, на Привозальной площади Зебр, короче, до конца не сделали пешеходный переход, короче Прямо в сторону вокзала, как от памятника А когда делали? Это уже вот свежие были работы в этом году или раньше? Свежие уже кончается, ее надо снова накрывать, короче Я не знаю, кто там это Они ночью делали, все И все, и до конца метров 8, короче, они И машины подъезжают утром, когда приезжают московские, там эти, адеровские Людям невозможно чемоданами просить Нужно доделать разметку, довести до нужного места Мы обязательно свяжемся с управлением, узнаем, что там не доделано, чтобы приняли меры Идем дальше, вот как раз, да, и по разметке тоже Этой весной в Гитогорске на окраску дорожных пешеходных ограждений было выделено 5 миллионов рублей Для нанесения дорожной горизонтальной разметки 27 миллионов рублей Глава города Виталий Бахметев отметил существенную разницу в сторону, конечно, увеличения по объему работ в прошлом году и в этом Но действительно, 141 улица в сравнении с 40 в ушедшем году, это значительно, сказал Виталий Викторович И порекомендовал особое внимание уделить улице Комсомольской Второй этап по нанесению дорожной разметки пройдет в конце лета Помимо этого, в соответствии новым национальным стандартам будут приведены пешеходные переходы вблизи учебных заведений А также организовано их дополнительное наружное освещение Это очень важно Это безопасность 24 55 11, телефон прямого эфира Рассказывайте ремонта какой дороги ждете вы после короткой рекламы Увидимся! Трагедии начинаются с этого Соблюдайте правила поведения на воде Магдан Курского-Времечка в прямом эфире Людмила Васильевна у нас на связи Людмила Васильевна, добрый вечер Меня интересует, как это кладбище Не знаю, как это относится к вашей передаче Внутри кладбища квартал 25 и 12 Я 12 лет как похоронила мужа и сына Сейчас еще вот сухо, можно как-то подойти добраться Но когда весна, самое такое половодие И нужно делать там праздники, родительская, Пасха, там еще какие-то Нужно пробираться туда, ноги больные, 65 лет Я до сих пор работаю, я плачу налоги Разбитые дороги, да? Людмила Васильевна, какое кладбище? Левобережное Левобережное кладбище Мы вас услышали, спасибо большое Это вопрос, конечно, наверное, не к ДСУ, да, Андрей? По-моему, это вообще в отдельных планах каких-то должно быть Мы обязательно узнаем, обязательно зададим вопрос людям, которые за это отвечают Анатолий до нас дозвонился, здравствуйте Да, я вас слушаю Анатолий, мы вас слушаем Вы работаете таксистом и говорите, что по поводу дорог Вообще, основные дороги сделали очень классно, хорошо Молодцы ребята, все сделали Это очень важно услышать именно от таксиста, которому приходится крутиться От таксиста, человека, который ежедневно, да Да, ну где нужен ремонт еще? Ой, можно сказать, по всему городу Ну вы имеете в виду межквартальные как раз проезды, да? На межквартальных кварталах вообще ездить невозможно Ямы, канавы Ну вот именно поэтому власти взялась за это очень плотно Ямочный ремонт Да, и поставил задачу глава о том, что на 100% должно быть в этом году закрыта эта проблема Надеемся, так оно и будет Спасибо вам большое, Анатолий, за ваш звонок Прямо сейчас озвучим еще важную информацию Домоуправление номер 10 Срочно разыскивает владельца квартиры номер 5 В доме номер 43 по проспекту Ленина Вы, уважаемые, если вы сейчас слышите меня Я на это очень бы надеялся Топите две квартиры снизу, которые находятся, естественно И магазин там, что немаловажно Как бы не пришлось вам за это очень сильно ответить Вас просят срочно пока откликнуться Или позвонить по телефону 20-89-28 Да, пожалеете своих соседей Ремонта какой дороги ждете вы? Еще есть время для звонков А прямо сейчас вы узнаете ремонта какой дороги Много лет ждали Жители поселка Старая Магнитка Раньше у нас вот эта сплошная грязь здесь была Вот уже 200 лет вот это все стоит Жители не случайно ведут разговор про два, если быть точнее, почти три столетия Ведь поселок Старая Магнитка образован на месте казачьей станицы Магнитной И ни при царении в нынешнее время здесь не было хороших дорог Как говорится, одни направления В калошах, сапогах идешь, доходишь до проспекта Ленина Разуваешься, одеваешь обувь чистую и едешь дальше Ходить невозможно было Камни, грязь, вода И колеса пробивали, ездили и все То есть грязь На машине на чистой заехал На танке выехал Подарком ко дню города Жителям поселка стала отсыпка асфальтовой крошкой двух дорог Выездав на проспект Ленина Чтобы их не размыло грунтовыми источными водами Продумали гидроизоляцию Эскаватором убрали грунт Вывезли его Потом засыпали метровым щебнем Слоем метр щебня скалы И потом положили переработанный асфальт Ложку дегтя в бочку меда Местным жителям добавили водители фур Которые тут же стали использовать Благоустроенные поселковые дороги В качестве подъездов к торговым центрам Ходит большегрузный транспорт Я сейчас написала письмо на ГЕСа И в ГАИ отправила письма Чтобы нам поставили или знак, или какой-то шлагбаум Чтобы они не ездили Так за месяц они нам всю дорогу кончают Свои подписи под обращением поставили и казаки Ведь новая цепная дорога опоясывает казачье кладбище Благоустройство этого мемориала продолжается Бордюры поставили Облагородили немножко территорию казачьего кладбища Так скажем по периметру Подготовили специальные ямки значит для деревьев Будем осенью высаживать Можно представить какая радость у поселковцев Пусть долгожданная дорога прослушат как можно дольше Ну вот был у меня звонок Валентина Алексеевна рассказывала Что надо бы возле 42 школы Там улица Надеждина рядом по-моему Там до поселка Брусковый Значит есть проблемы именно на проезжей части То есть вот видимо не везде еще Залатали Надо бы чтобы туда дорожники доехали Ну созвонимся с Валентиной Алексеевной Еще подробнее будем разговаривать Да закончить сегодня все-таки хочется на радостной ноте Сегодня для многих особенный день В Челябинской области зарегистрировали брак 304 пары молодоженов Такой свадебный бум объясняется праздником Сегодня день семьи, любви и верности Замечательный праздник, добрый, семейный А если учесть что сегодня пятница И за окном прекрасная по-настоящему летняя погода Самое время провести время с семьей Например в парке Лукоморье Почему именно там расскажет Надежда Наяксова Простой, нежный и какой-то очень родной цветок Ромашка, символ дня семьи, любви и верности Сегодня его не обязательно искать в полях Или в витринах магазинов Можно сделать вот так своими руками В парке Лукоморье на мастер-классах Можно собрать целый букет себе И бумажных, и тканевых цветов На семейный праздник, как и положено, приходят с семьями, с детьми Для них здесь настоящая раздолье Развлекательно-игровая программа с аниматорами И, конечно же, пенная дискотека Для тех, чьей стаж семейной жизни нескольких десятилетий Концертная программа с участием фольклорных коллективов Организаторы постарались сделать праздник по-настоящему душевным Праздник День семьи, любви и верности Это помысл того, чтобы семья, это основа всего-всего Именно в семье происходит все воспитание Подрастающих поколений Я вспоминаю себя Отец меня воспитывал, мать воспитывала И сейчас продолжение Также на своих детях, внуки Наверное, они должны понять, как жизнь Как продвигать себе, как учиться Только семья определяет все основы нашей жизни Все здесь, все здесь, я со всеми налетаю Активные, активные! Молодцы! На этой сцене будет дискотека в 80-х и 90-х Это основная часть мероприятия Хотя на семейный праздник пригласили только семейные пары Магнитогорцы будут подпевать белорусскому ансамблю Верасы Едвиги Поплавской и Александру Тихановичу Чуть позже их сменит группа «Мираж» со своими танцевальными хитами Вплоть до 10 часов вечера в парке будет звучать музыка А это значит, что у вас еще есть возможность присоединиться к празднику Смотрите, какая красота! Как здорово, что такие праздники проводятся у нас в городе Сейчас вот ты сказала, красота какая-то И про надежду, и про праздник Друзья, все в парк Лукоморье Очень там здорово, действительно И вообще-то отличная возможность провести время с семьей В такой солнечный, теплый, прекрасный день Я вот сейчас посмотрела и думаю, что обязательно загляну Тем более еще группа «Мираж» Андрей там будет выступать И в общем есть что посмотреть и послушать Ну а мы на этой замечательной ноте прощаемся Всех с праздником, все в Лукоморье за хорошим настроением Всем хороших выходных, увидимся До свидания Субтитры подогнал «Симон»